Эта фотокарточка цепляет пронизывающим взглядом рано повзрослевшего мальчишки. Борис Музалевский призвался в ряды советской армии в 1943-м. Тогда ему было 17. Воевал в составе Второго Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши, Восточной Пруссии, Кёнигсберга. В мирное время продолжил военную службу. Со дня победы прошло вот уже 78 лет. Однако воспоминания Великого Мая не способны стереть даже десятилетия. «Бежит капитан, и фамилия даже помню, начальник штаба нашего батальона, капитана Милаенко. Бежит и из автомата стреляет вверх. И, ребята, война кончилась». Общаться с живыми свидетелями войны – вот что сейчас действительно важно. В Бобруйске осталось всего 32 ветерана. Чествуют героев с особой теплотой и любовью. Неустанно звучат слова благодарности, искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья. В подарок – продуктовые корзины, роскошные букеты, памятные сувениры и материальная помощь. «С великим праздником. Для нас это действительно самый великий праздник, самый большой, который, скажем так, может быть, который сотворили именно вы, ваше поколение». Страшные события Великой Отечественной навсегда оставили неизгладимый след в сердцах белорусов. В стране проживает полторы тысячи ветеранов и около восьми с половиной тысяч людей, которые пострадали от войны. В основном это бывшие узники концлагерей. Каждый получил материальную помощь. Общая сумма выплат свыше девяти миллионов рублей. «Конечно же, очень важно передавать из поколения в поколение память о Великой Победе, память о гереческом прошлом нашего народа. Ни в коем случае не забывать этого и ни в коем случае не позволить перевирать историю нашего великого народа, нашей любимой страны». Вся страна готовится к масштабному празднованию Дня Победы. В Бобруйске в 9.45 на пересечении Минской и Георгиевского проспекта выстроятся праздничные колонны. Патриотическая акция «Беларусь помнит» стартует в 10.15. С 11.00 начнётся митинг на площади Победы. Здесь же с 12.00 до 13.00 часов, состоятся концертные программы. Выступит и оркестр народных инструментов. В 12.00 на стадионе «Спартак» пройдёт легкоатлетическая эстафета. Автопробег начнёт движение в 2 часа дня от парковки Бобруйск-Арены. Маршрут – Карбышево-Минское, посёлок Сычково. В 6.00 на площади Победы горожан ждёт флэшмоб. В 22.00 здесь разместится кинотеатр под открытым небом. Российская лента «1941-й крылья над Берлином». История подвиги лётчиков 1-го миноторпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Весь день также будут работать тематические площадки, выставка военной техники и ярмарка мастеров. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск-360.